Большое совещание по гражданской обороне и деятельности территориальной или, проще говоря, региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций открыл глава Мордовии Владимир Волков. Подводя предварительные итоги года, руководитель региона отметил, что по защите населения на 18 декабря все поставленные задачи выполнены. 2019 год проходит спокойно, без крупных аварий и происшествий. В этом заслуга общей системной работы, которая за последние годы вышла на качественно новый уровень. Благодаря поддержке федерального центра МЧС России мы провели значительное обновление материально-технической базы подразделений пожарных и спасателей. Построили ряд крупных объектов, которые дополнили развитую инфраструктуру, главное управление МЧС по республике Мордовия. Руководитель региона отметил, что многое сделано и в вопросе совершенствования гражданской обороны. Так, например, повышается уровень инженерной защиты населения, проводится масса профилактических мероприятий. Владимир Волков подчеркнул, республика одной из первых в стране запустила систему экстренных вызовов по единому номеру 112. Слаженно работает вся территориальная система РСЧС. В текущем году на развитие систем предупреждений из республиканского бюджета направлено около 200 миллионов рублей. В этом году территориальная подсистема РСЧС реагировала на 9 социально значимых происшествий, связанных с ликвидацией техногенных пожаров, дороже транспортных происшествий. Глава региона призвал к дальнейшему совершенствованию данных систем, чтобы население Мордовии было в полной безопасности. Подробнее о том, каким выдался 2019 год, рассказал начальник главного управления МЧС России по Мордовии Андрей Наумов. Особое внимание он обратил на лесные пожары. В этом году таких происшествий было 27. И это не вся печальная статистика. Пожаров в городах и селах гораздо больше. Всего на территории республики зарегистрировано порядка 4000 пожаров на сегодняшний день, на которых, к сожалению, погибло 52 человека. Это на 7 человек больше, чем было в прошлом году на аналогичный момент. Цели и задачи на 2020-й обозначил глава Мордовии. Владимир Волков подчеркнул, необходимо продолжать совершенствовать стратегии в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧАЭС. Сейчас необходимо отладить все вопросы, связанные с передачей части полномочий и реализацией соответствующих соглашений между МЧС России и правительством республики, которые вступают в силу уже с 1 января 2020 года. Оно, значит, подписано. После обсуждения важных тем приятный момент вручения наград за заслуги в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Среди награжденных и маленький герой из Дубенского района Кирилл Кимайкину достоин медали за «Мужество в спасении». Напомним, летом мальчик вытащил свою родную сестренку из горящего дома. В награду не только медаль глава Мордовии вручил юному герою щенка Лабрадора. Как выяснилось, о таком подарке мальчик мечтал давно. Я всегда хотела именно щенка, потому что кошку можно найти на улицу маленькую, а такую маленькую нежную собаку почти нигде. Я заказывала телефон на Новый год, а там, когда в Саранске я у лисы золотой нос отчер, собаку хотел, и сбылось. Они давно хотели собаку, то есть мы даже с улицы подбирали, но потом нашлись хозяева, забрали ее. У нас была такая вот давняя мечта, то что очень хочется собаку. Нового друга Кирилл назвал Рексом. Кирилл уверил, ему будет рада вся семья, в особенности маленькая Лиза. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.